Вы смотрите Акчен ТВ, программа Полюс. Во время рекламы мы очень активно обсуждали финансирование от Европейского Союза. Я думаю, что сейчас не солгу, если скажу, что все вместе пришли к выводу, что для европейцев очень важно, какая будет сформирована коалиция. Мы так с вами говорили. Для того, чтобы они понимали, стоит ли финансировать. Если очень коротко, конечно же, здесь две фразы нужны. Первая, я уверен, что это уже следующий Европарламент состав даст оценку нашим выборам будущей коалиции. Это уже мертвому припаркам. Не перебивайте, мы сейчас хочу закрыть эту тему. И второе, я уверен, что европейцы, да, это будет политизировано, я уверен, решение Европейского Союза, они не дадут денег, если не будет проевропейской коалиции. То есть когда они говорят, что все равно какая власть, они лукавят. Я правильно понимаю? Они не дадут денег, если будут социалисты, например. То есть опять же двойные стандарты. А говорили при этом так красиво. Какой выбор сделает народ, тот и поддерживает. Да, ужас. Теперь давайте... Да, Борис Андреевич, я прошу прощения, но как бы так, следующий вопрос. Это сегодня свою позицию озвучили социалисты. Вот я там заметила несколько важнейших моментов, которые впервые были сказаны. Мне интересно сейчас, как эту позицию оцените вы, и что вообще вы скажете по поводу этого заявления? Время, когда появилось, форма, в которой это было сказано. Я не шокировал. Вот сейчас, ну, господин Михаеш, не шокировал? Нет. Ну, вы же такой бывалый политолог. Господин Волницкий, вы что скажете? Ну, если исходить из того, что представители партии социалистов ранее заявляли, что пока Конституционный суд не высказался по результатам выборов, преждевременно делает кое-какие предложения, заявления и так далее и тому подобное, то следовало ожидать, что после субботнего решения Конституционного суда последует такой шаг со стороны социалистов. Я думаю, что социалисты сейчас в ситуации, когда они должны использовать все возможности, которые перед ними открылись после того, как люди высказались, после того, как люди сделали свой выбор. И мы все знаем, что партия социалистов неоднократно критиковала нынешнюю власть, хотя в ее адрес звучали разные упреки, формулировались разные, скажем так, мысли, мнения и так далее и тому подобное. Но это был прогнозируемый, ожидаемый шаг. Если ты несколько лет все время критикуешь эту власть, то ты пытаешься сделать после выборов, ну хотя бы то, что возможно с теоретической точки зрения, чтобы свергнуть эту власть. То, что они и сделали. Как поступят социалисты в дальнейшем, я не знаю. Я думаю, что, скорее всего, блока КУМ откажется от сотрудничества с социалистами, потому что хотя... Потому что они уже отказались в этой мере. Де-факто они уже отказались, они сделали подобные заявления. И будет очень интересно смотреть, как потом поступят социалисты. Потому что здесь действует одно неписанное правило. Ну как неписанное, скажем так, нетрадиционное, не оформленное в каком-то юридической форме, я, по крайней мере, не знаю такой юридической форме правила, что партия, которая набирает больше всего на выборы, после того, как результат утверждается, она выходит с предложениями. Так было и после предыдущих выборов. Мы помним, что, ну не социалисты тогда, но, например, после выборов 2010 года, когда проевропейские партии решили, что они вновь создадут... Либерат-демократы вышли и сказали... Ну тогда почему демократы вот неделю, как уже сделали, то есть они взяли на себя эту функцию... Не обязательно, что... Они же не взяли большинство парламента. Они взяли 35, больше всех, но это не больше всего парламента. Да, ну вот господин Волнинский считает, что это неписанное правило. Партия, которая больше набирает мандатов, то она, а нам нужно это, наверное, закрепить. Дело в том, что в некоторых государствах партия, которая взяла большинство мандатов, а на эфире правительства. Независимо. В Греции, например, в законе. Да, очень во многих странах. И поэтому эта правительство сложилось. Можно мне по... Давайте сейчас заявление поговорим по очереди, а потом уже по поводу опорта. Живая очередь, как в Советском Союзе. Да, господин Михаеш, как фанат Советского Союза, может нам все рассказать. Пожалуйста. С моей точки зрения, после выступления президента Додона, мы все комментировали, я в частности комментировал его на его страничке в фейсбук, и он там написал, что с его точки зрения блок ОКУМ и социалисты должны попробовать найти общий язык. Ну, так он приблизительно написал, да? Потому что есть общие проблемы, которые надо решать. Да, да. Если можно, более кратко. Очень коротко. Социалисты сегодня прогнозируемо, после выступления президента Додона, который все-таки является неформальным руководителем партии, выступили, что они предлагают блок ОКУМ начинать дискуссии о создании коалиции или вообще чего-нибудь. Сама я точка зрения, коалиции не будет в юридическом, скажем так, формальном виде, где поставят две печати или три печати представителей партии. Может быть ситуационная, скажем так, коалиция, ситуационная. Как говорил господин Настасик и госпожа Майя Санду и господин Додон, возможно, будет пакет законов, которые они посчитают нужным изменить в парламенте. Первая попытка была между Филатом и Бородом в 2013 году. Практически сейчас предпринимается вторая попытка убрать у демократов какие-то там рычаги. Пойдут ли они на это до конца? Смогут ли они это сделать? Мы не знаем на сегодняшний день, но попытка будет. Я благодарю вас. Давайте по заявлению социалистов возвращаемся к этой теме, потому что, на мой взгляд, что сказали социалисты? Я больше, может быть, для телезрителей сейчас скажу, но тем не менее. Смотрите, впервые четко и ясно сказали. Что мы будем в этой правящей коалиции, потому что мы взяли наибольшее число мандатов. Они выразили совершенно официально свою претензию на участие в правящей коалиции. До этого они вообще ничего не говорили. Мы следили, как будет развиваться ситуация. Второе, что было важного, на мой взгляд, в этом заявлении, это то, что было сделано предложение не о формировании коалиции, как они подчеркнули, а было сделано предложение к переговорам с Акумовцами. Для того, чтобы понять, насколько совместим. Да, и предмет оформили в дискуссии. Это те самые принципы, которые социалисты видят по главе угла. Вот три момента. Пожалуйста, как вы это все можете прокомментировать? Господин Шпал, вы начали. Да, хорошо. Ну, во-первых, социалисты поступили мудро и правильно, потому что отмолчались, потому что дождались официального решения, а теперь они на правах фракции самой большой парламенты делают первый шаг и предлагают. Они сразу же заложили основополагающие принципы, но они не какие-то мелкие, а они очень широкие, и по ним можно договориться, как с правами, так и с центром. Вы полагаете? Ну да, конечно же. Ну вот смотрите. Гарантии государственности. Я думаю, что навряд ли найдется сегодня из этих прошедших партий в парламент, которые выступят против сохранения государственной государственности. То, что у них есть унионисты, это одно, а действия в парламенте и действия партии, это совершенно другое. Потом политический нейтралитет. Да, вот я хочу видеть, как партия... Реинтеграция страны, по-моему, тоже никто не будет выступать. Да, возможно, для Акума может быть дискуссионный вот этот тезис о сбалансированной внешней политике. И о нейтралитете. И с Россией, и с Россией, и с Россией... Давайте так, а вот член их команды господин Чеботару, да? Это я так, конечно. Можно я договориться? Оставьте пока НАТО. Сбалансированная внешняя политика, то есть с Россией, с Европейским Союзом, и была подчеркнута Соединенными Штатами Америки, кстати, это впервые прозвучало у социалистов, и они, ну и естественно, уважение прав национальных женщин. Вот пять основных положений, которые социалисты заложили в свое предложение. И если у Акум это созвучно, и вот они завтра, если они откликнутся, будут обсуждать и, в принципе, найдут какую-то точку для соприкосновения, я уверен, что дальше пойдут передовольные. Но здесь есть одно «но». Вот я категорически с Романом, с одним его посылом не соглашусь, потому что ни Додом, ни социалисты никогда не заявляли о технической возможной коалиции с Акумом. Они четко и ясно заявили, что мы будем заключать конкретное соглашение с партиями на паритетных началах. Нет, это или вы участвуете в правительстве как полноправные участники, вы становитесь членами правящего большинства со всеми вытекающими последствиями. Вот вы здесь вот так проголосовали, да, а завтра вы вильнули хвостом, а мы с этим не согласны, проголосы. Нет, вы берете отточку изменения. Размешал, для блока «Афрун» самоубийство подписывать социалистами, романофобами, антиевропейцами какой-нибудь документ. Я гражданин на республике Мауган. Мы поняли. Они депутата, избранного народом, который получил определенный наказ. Подождите, я скажу одну фразу, хотя бы одну фразу. Управлять этой страной. Что значит убийство? В чем убийство? Дайте скажу одну фразу. Ваша точка зрения я понял. Да. Поймите и мою точку зрения. А КОМ все-таки прошел по правоцентрической программе в парламент. Ну и что? Они прошли про европейские интеграции. Там у них есть ионанисты. Ну и что? А что социалисты выступают против европейской интеграции? Ну дайте сказать, уважаемый человек, дайте сказать. Вы пытаетесь продвинуть свой лозунг, извините, геополитического разброда у нас. Уважаемый. Россия, опять европейский сыр. Не надо меня убеждать. Я вас тоже не убеждаю. Роман, можно уйти от этой вот парадигуры? Мы поняли. Предложение уйти от этой парадигмы. Две фразы, скажите. Но у нас просто другие спеша. Он перебил меня специально, чтобы я не сказал эту фразу. Роман, две фразы и потом будут говорить люди. Не смогут так умовцы пойти на досрочные выборы, которые они хотят добиться, если они оформят какой-нибудь документ социалистами. Откуда все хотят досрочный выбор? Да, они хотят досрочный выбор. Они для них гроб. Они к ним не готовы. Господа, вы мне помогаете, вы иначе вообще не вступите в этот разговор. Так, пожалуйста, господин Пулбери. Вы все отнимаете часть моего времени, насколько я понял. Да. Я пытаюсь, господин Пулбери, честно, ваши права соблюсти. Я как-то хочу начать чуть издалека. Давайте вспомним, сколько партий участвовали в избирательной кампании. Правда, прошли в парламент только четыре партии, но... Пять партий. Пять партий, четыре фракции. Здесь Борис Андреевич прав. Все говорили, что народ, каждая партия, создается впечатление, что каждая партия имеет свой народ. Но в целом они забыли, что это народ молдавский, за который они должны бороться и защищать интересы. То, что они говорили в период избирательной кампании. Поэтому ситуация такова, что если эти четыре партии в парламенте, ну, я имею в виду блок АКУМ, да, да, они должны свои, так сказать, такие категорические принципы поставить в сторону, сесть за стол переговоров. И вот как социалисты отметили основополагающие принципы государственность, нейтралитет и так далее, и так далее, сесть. Дружба с Россией, с Европой, с США. С сотрудничествами, с соседями и так далее, и с Европой, и с Россией. Вот на основании каких принципов, раз они говорили о народе, должны думать и сесть за стол переговоров. Вот моя точка зрения. Спасибо большое. Игорь, вот аналитики говорят, что в принципе, как бы кто ни относился к социалистам, но вот этот ход, он достаточно сильный. Потому что они ничего не теряют, в отличие от других партий. То есть вот согласиться АКУМ, пожалуйста. Не согласиться АКУМ. Социалисты могут выйти к своим избирателям и сказать, даже не только к своим, он может обратиться и к интеллигенции, поддерживающей АКУМ. Сказать им так. Дорогие мои, мы, вот вы все те, которые говорили, что нужно избавлять страну от олигархов, нужно избавлять от ДПМ. Мы сделали этот шаг. Пожалуйста, мы им сказали, мы их пригласили, они отказались, ответственность теперь на них. Вы согласны с тем, что это беспроигрышный шаг, но все-таки какие вы видите, может быть, здесь неясные моменты или риски? Ну это, в самом деле, это сильный ход, потому что было бы непонятно, почему партия, которая взяла первое место по итогам парламентским выборам, отманчивается. В то время как партия, которая заняла второе место по количеству мандатов или, если взять по количеству избирателей, третье место, все время выступает с предложением. Это было странно. И возникали определенные вопросы, и они наверняка были бы заданы социалистам и впредь, если бы были досрочные парламентские выборы или другие выборы, люди бы спрашивали, а что вы сделали для того, чтобы хоть как-то предотвратить такой сценарий? С этой точки зрения это, конечно, сильный ход, и это ход, который социалисты просто должны были сделать, иначе бы они рисковали, чтобы их не поняли даже собственные избиратели. Но, с другой стороны, конечно, этот ход развязывает им руки и для дальнейших сценариев, потому что, если бы социалисты, скажем, я теоретически говорю, вступили бы в правящий альянс с демократами, или бы поддержали миноритарные правительства, но остались бы в оппозиции, как того сделали коммунисты, или бы из инстинкта самосохранения политического и не дать стране войти в досрочные выборы, приняли бы определенные решения. Люди спрашивали бы, а почему вы не использовали весь инструментарий, который был в вашем распоряжении? С этой точки зрения, конечно, это не только сильный ход, но и ожидаемый. Хорошо, но есть другой момент здесь, что, с моей точки зрения, попытка вместе с блоком АКУ создать коалицию, да, она, скажем так, назревает из того, что они оба против демократов, против Плохотнюка, имеют какие-то претензии, хотят какие-то, не знаю, законы поменять. Мы уже знаем, Анастасия обозначила 20 законов, там, Майя Санду тоже, но вопрос возникает в другом. Я, насколько понимаю, социалисты хотят создать правительство с документом, говорит господин Шагибалов, что живут. А как должна быть ответственность за то, что это делается? Анастасия и Майя Санду теперь очень четко, они не признают эти выборы, они хотят добиться, вместе социалистами с кем-нибудь еще там в парламенте, досрочных выборов. То есть не совпадает у них здесь, во-первых. Во-вторых, они очень разные по своей идеологической, геополитической ориентации. Не будем забывать, что... Не будем забывать... Нет, это, понимаете, не знаю, где вы учились, но в Республике Молдова есть очень четкое геополитическое противостояние, его нельзя не брать... Роман, это вы это делаете, противостояние, у вас есть голова противостояние. За социалистом голосовали по-российски. А у народа нет этого противостояния. А за Блока Кум голосовали, в том числе, унионисты, минимум 6% там у них, унионистов. Как они объяснят Блока Кум унионистам или тем, которые за европейское интервью, что они делают... Хорошо, я поняла, что это очень трудно. Можно, это невозможно. Кратко, да, пожалуйста. Пожалуйста, если кратко, у нас мало времени. Ситуация заключается в следующем, что социалисты сделали первый шаг. Если Акум в целом не готов работать на молдавскую государственность, если Акум не готов поступиться какими-то идеологическими им понятными принципами ради благополучия своей страны и своего народа, то это проблема лидеров Акум. Я, например, на сегодняшний вижу, что они политически незрелые люди из тех заявлений, которые... Борис Андреевич, будет положительный ответ, если можно, от Акума? Вот четко скажите, будет или не будет? Нет. Не будет. Я не верю в их положительный ответ, потому что я не вижу их готовность работать дальше. Они с самого начала заняли позицию, мы уходим в оппозицию, мы будем избегать законы. Вот кто проголосует за наш закон, мы с тем не будем голосовать за этот закон, кто не проголосует. Но мы будем 4 года сидеть и критиковать. Теперь следующее. Я абсолютно не отрицаю ситуацию, что после этого выступят, как Акумовцы откажут, выступят демократы и скажут, ребята, а нас устраивает позиция социалистов про Молдова. Давайте садиться и обсуждать серьезно эти вопросы. И я уверен, что очень многие и в Европейском Союзе, и в Москве, о которой боится Роман Михаэш, задумаются, а не тот ли этот момент, когда можно действительно договориться и на примере маленькой страны, отбросив геополитический чертов фактор, наконец договориться ради того, чтобы здесь был мир и спокойствие. То, что я вижу сегодня, я вижу, что социалисты протянули руку Блоку Акум, они хотят с ними сотрудничать. Эту руку отвергают, они идут дальше. И я уверен, что завтра Блок Акум, конечно, не согласится на открытую коалицию, но может предложить социалистам переговоры об техническом каком-нибудь совместном. Не может быть техническом. А кто правительство будет вызвать эти полгода, пока будут менять законы? Здесь есть два сценария, не полгода, а два месяца, уважаемые, чтобы не знать из закона. Давайте я бы высказаться. Роман, можно вас попросить перед зрителями? Вы такой грамотный и умный, что не пытаетесь давать оценку людям. Уважаемый, вы больной? Я здоров. Таблетки приняли? Я здоров. Примите таблетки. Роман, Роман. Так я не могу говорить. Ну, зачем вы оскорбляете больной? Так специально на меня этот прием используют, чтобы я не смог высказаться. Господин, дайте высказаться. Я пытаюсь, дайте нам тоже высказаться. Они в точку среднего высказали. Два раза путем непринятия состава правительства и президент имеет право назначить повторный выбор. Мы поняли. Я прошу прощения, это очень важный момент. Я сейчас прерву и я настаиваю на том, в этой студии, господин Михаеш, никто, никого никогда не оскорбляет. Я акцентирую ваше внимание, что вот эти ваши слова, во-первых, было бы хорошим тоном сейчас извиниться. Да, за вот это. В оскорблении я... Если бы, если бы... Господин Михаеш, если бы эти слова вам сказал господин Шаповалов, я бы попросила его ограничить себя. Если бы вы решили заплатить себе, я бы сказал, что это неправильно. Ну, конечно, вы же весь эфир молчите, а господин Пулберя, например, весь эфир у нас говорит. Ведь это правда, да? Давайте так скажем. Я... 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 Секундочку, секундочку, господин Шаповалов, я прошу вас. Поэтому я призываю всех участников, держите себя, пожалуйста, все в руках, никаких оскорблений, никаких подозрений, потому что диагнозы мы можем друг другу ставить все запросто одной рукой. Господин Пулберя, вам слово. Уважаемые коллеги, я хочу вспомнить древних греков. О! Может, они нам помогут. Они говорили так, что политика – это искусство договариваться, искусство уступок. Ага. Если они политики, если они считают себя политиками, пусть они договариваются, пусть они найдут общий язык, пусть по каким-то принципам, те, которые были уже оглашены... Пусть они, да. Потому что у нас государство, республика Молдова, у нас единый народ, мы нейтральное государство. Вот из этих соображений пусть и договариваются. И наверняка я уверен... Это уже предложение, но насчет нейтралитета, вот господин Шиповалов не дал мне сказать, но насчет нейтралитета не все, ведь Борис Андреевич так вот, к сожалению, думают. То есть есть что... К сожалению, да. Вы знаете, господин Волницкий должен уходить. Я не могу сейчас не предоставить ему слово, да, вот уже, чтобы он все время выбрал, а мы-то останемся с вами, да. У него есть еще один вариант. Он сегодня выступил со своими вариантами, и у него есть еще один вариант, который он назвал техническое правительство. То есть без никаких этих коалиций, и привел пример, что у нас такое уже было. Вот два слова. Я обрисовал пять сценариев, но я подчеркнул, что три чисто теоретические, это сценарии, которые предусматривают открытые альянсы, правящие альянсы между тремя ведущими силами, которые сейчас в парламенте. Но я подчеркну, это все три теоретические, поэтому я не стану останавливаться на каждом из них. Четвертый сценарий, о котором я говорил, и сегодня, и раньше, при другой возможности, это миноритарное правительство, и, кстати, в Молдове такое было, это было начало 2015 года, правительство Кирилла Габурича, и мы помним, что тогда две партии, которые не набирали нужное количество голосов, прибегнули к помощи одной оппозиционной партии, партии коммунистов, которая проголосовала за это правительство, притом оставаясь в оппозиции. Есть и пятый сценарий, который мы называем техническое правительство, и, кстати, прецедент в истории молдавской политики есть, это было правительство господина Дмитрия Брагиша, которое после того, как на последней 100 метровке было ясно, что либо парламент проголосует за господина Брагиша, либо страна направится напрямую к досрочным парламентским выборам, и тогда правительство Брагиша получило нужное количество голосов, господин Брагиш был выдвиженцем тогдашнего президента Молдовы, господина Петра Лучинского, и, конечно, в парламенте не было нужного большого числа. Поддержки не было? Работало правительство САБУ? Не было, не было, потому что перед господином Брагишем кандидатами на должность премьера были господин Бабуцак и господин Воронин, и не один из них. И за них никто, не то, что никто, не получили нужного количества голосов. То есть, если учитывать так, чтобы подытожить, что у нас есть пять сценарий, с которыми три чисто теоретически, нужно рассматривать, по моему мнению, может быть, опять-таки субъективным мнением, нужно рассматривать реально два варианта. Миноритарное правительство, которое, скорее всего, за ее спиной будет стоять демократическая партия или техническое правительство спиной, которое будет стоять президент и его команда. Вот и все. Я благодарю вас. У нас 30 минут. Господин Воронинский, вы, конечно, мы были бы рады, если бы вы остались, но мы понимаем, что вам нужно уходить, а вот теперь без вас мы будем обсуждать ваш вариант. И я с удовольствием послушаю вас. Пожалуйста, как вам такие гипотезы? Этот вариант вполне возможный. И, в принципе, о нем говорили и демократы, и о нем говорили и социалисты. То есть они его выдвигали где-то на третьей позиции, и одни, и вторые. Что, возможно, и у социалистов это звучало, и у демократов звучало, что вот вариант номер три, он состоит в том, что мы попытаемся создать широкую коалицию и сформировать это правительство. Кстати, насколько я... Но вот здесь не о коалиции, он прямо, понимается, здесь вот нюанс. Да, здесь не о правительстве идет речь. И, насколько я понял по предыдущим заявлениям нашего президента, он тоже не исключает этот вариант. Он сказал следующее, вот приблизительно дословно, что если партии между собой договорятся, какую кандидатуру они предложат, я ее утвержду. Я выполню свои конституционные обязанности. У Додона это прозвучало. Я так понимаю, что это будет и в случае, если договорятся, две партии создадут блок, и в случае, если три партии, он не будет этому противодействовать. Единственный вариант, по которому президент высказался, что он его не примет, с конституционной точки зрения, это когда вот демократы говорят, что у них есть четвертый вариант, когда они попытаются создать из других перетшедших к нам, так сказать, патриотов Болдовы... Они скажут наиболее сознательных. Вот этих патриотов Болдовы, и мы создадим новое правящее большинство. Поняла. Здесь я четко понимаю позицию Додона, и, наверное, должна быть точно так же позиция и АКУМ, и партии социалистов в таком случае просто выйти на улицы и противодействовать этому незаконному решению. Спасибо. Это открытый политический подкуп. Гастер Михайлович. Вот и только одно замечание. Я вас не перебивал. Пошли с меня, что я вас спросил о чем-то, но я вас не перебивал. Спасибо, да. Про Пошу вас тоже меня не перебивает. Я цивилизованно подхожу к этому вопросу. Значит, с моей точки зрения, конечно же, будет очень трудно создавать правительство в этом парламенте. Во-первых, потому что никто не хочет, скажем так, делать открытую коалицию с социалистами. С одной стороны, блок АКУМ уже объявил, что он не хочет ни с демократами, ни с социалистами. Он объявил, что он хочет только пакет законов провести через парламент. Они называют его деполитизацией. Кто проголосует? Например, если проголосуют социалисты за этот пакет законов, очень хорошо. За этим скрывается их интерес провести пакет законов и пойти на досрочные выборы. Они об этом открыто говорят. Социалисты не заинтересованы в досрочных выборах, и демократы тоже. Вот это единственное, что их на данный момент объединяет. И может послужить каким-то, не знаю, мостиком, который послужит хотя бы для консультации. Потому что если у социалистов есть интерес 4 года быть во власти, притворять какие-то идеи свои, не все. Потому что все должны прийти на переговоры, что-то проходит, что-то не проходит. И создать правительство, они должны, конечно, пойти на компромисс, как господин Пулбург говорит. На данный момент у социалистов есть какая-то неприязнь к демократам. Они сделали первый встречный шаг к блоку ОКУ. Завтра мы услышим точку зрения блоку ОКУ в 12 часов. А вот в коалициях социалисты-демократы, вот многие обсуждают, там уже некоторые говорят, все это вообще, особенно те, которые, как вы говорите, враги социалистов. Но тем не менее, вы как эту коалицию исключаете и сколько процентов даете? Я не исключаю техническую коалицию, как господин Пулбург говорит, между демократами и социалистами. Техническую коалицию может создаться только если стороны поймут, что, скажем так честно, демократы не смогут пойти против интересов Евросоюза и США, скажем так. Социалисты имеют за собой Москву. Это очень сложная ситуация, хотя господин Шаповал и другие говорят, что гербертиканегат, она очень жестко играет в московской истории. Если вы не хотите, чтобы он спорил, да. Ну, можно сказать, что это ощущение после, как я скажу. С моей точки зрения, возможно, коалиция социалистов и демократов только вокруг фигуры компромиссного премьера, то есть не вокруг программ двух партий, чтобы было понятно, а вокруг программы правительства. Если будет программа правительства реалистическая, пример, человек, который сможет объединить и демократов, и социалистов. Нейтральный вы имеете в виду, да? Может быть даже нейтральный. Вот тогда, с моей точки зрения, есть возможность сесть за стол и серьезно поговорить. Потому что, если социалисты пойдут и скажут, мы хотим своего примера, ничего не получится из этого. Понимаете, потому что у них уже есть президент, а исполнительная власть – это президент и пример. Демократы, конечно, не отдадут социалистам всю исполнительную власть. Это невозможно сделать в ненавидящих реальных ситуациях. Президент не является исполнительным. Не является, посмотрите в Конституции. Господин Пулберг? Часть исполнительной власти. Господин Пулберг является, не является. Вы как экс-председатель Конституционного суда, расскажите. Президент является, согласно Конституции, часть исполнительной власти. Но я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что я приветствую любой шаг этих партий, которые прошли в парламент, если они начнут между собой вести переговоры о создании правительства. Потому что у нас народ Республики Молдова. У нас Республика Молдова, любимая наша страна. И мы знаем о тех состояниях дел, которые сейчас в государстве, о тех проблемах. Поэтому мне кажется, что амбиции должны быть оставить в сторону и договоряться. Иначе досрочные выборы, ну не важно, пусть будет техническое правительство. Мы поняли ваш посыл, что мы говорим о правительстве, не о коалиции. Не о коалиции, да. Не о коалиции, абсолютно точно. Потому что говорить о коалиции, это одно. А вы были депутатом парламента, когда тогда голосовали за правительство. И голосовали за правительство. Я помню, да. Я согласовала. Я прекрасно вас помню, да. Надо как-то пожертвовать какими-то своими программами, сиюминутными моментами. Но голосовать за правительство, потому что надо что-то делать в стране. Как правильно говорил господин Игорь, нужны исполнительные власти в стране. А народ меньше интересует коалиции в парламенте. Их больше интересует правительство и программа правительств для того, чтобы улучшить состояние дел в стране. И добиться, наконец-то, может быть, то внешнее финансирование, которое мы говорили чуть раньше. На разморозке. Чуть раньше. Я благодарю вас. Наше время вышло. Знаете, я... Давайте я расскажу анекдот на прощание. Я... После передачи такие анекдоты рассказываете вы, которые можно только после передачи. А я расскажу те, которые можно в программе. Потому что пока думает программа АКУМ, программа АКУМ, да, партия АКУМ, как ей поступить. Да, то ли туда, то ли туда, то ли... Вот я вспомнила один анекдот. Знаете, как говорят, налево, да, стоит человек в раздумье. Ему говорят, налево пойдешь, по морде получишь. Направо пойдешь, тоже получишь. А он стоит и думает, понимаете. А ему говорят, а вот будешь долго думать, прямо сейчас получишь. Понимаете? Вам понравился мой анекдот, господин Михаэш? Я счастлива. В этом положении небесной. Да, молодец, господин Михаэш. Все разъяснил, что даже я имела в виду. Ваш анекдот в теме наш. В теме, да. Поэтому я же говорила, что в программе он прозвучит хорошо. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Прямо у нас такие жаркие сегодня были дискуссии. За некоторыми исключениями. За некоторыми. Вы же пусть будет здесь передача жаркой, а по вам ты будешь домой. Поэтому я тогда зову всех, кто заинтересован. Я занимаю позиции ведущей наши, такие надо попросить. Я попросил уже? Попросил уже попросить. Уже попросил? Да, он уже попросил, я сказала спасибо. Я был внимательный. Да, спасибо. Все, благодарю вас. Приходите к нам еще. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова